Девушки отдыхают На войне не бывает атуистов Это верно И все же я никогда не носил с собой молитвенник А тут накануне моего ареста Моя матушка подарила мне свой Вот я и спрятал его Карман пиджака То есть вы хотите сказать Вас спас молитвенник? Именно так Видите ли, когда меня арестовали То сразу повели на расстрел Даже без обыска Без предъявления обвинений Без суда Здесь судили так называемые тройки Смотрят тебе в глаза Произносят только два слова Виновен расстрелять И приговор тот же приводит в исполнение Бывали дни, когда Моторы машин Работали круглосуточно А при чем здесь машина? Говорят, крики и выстрелы Мешали жителям окрестно к дому В чем же Караваев так хотел вашей смерти? Мы собирались эмигрировать Я, мой отец, моя матушка Отец, как вы уже знаете, вез с собой все фамильные драгоценности Нечаевых Это ох, как много А почему он просто не отобрал у вас драгоценности? Почему он, наверное, хотел вас убить? А он прекрасно знал Что если я останусь жив Я его из-под земли достану Чтобы отобстить за родителей Ведь он обрекал их на голод и нищету Ну, как могли выжить на очужбение Бездольные старики Ну, хорошо А как ваш отец оказался в Орле? Ему удалось сбежать накануне моего ареста Мы уговорились встретиться с ним в Берлине Как он оказался во Франции И как его там нашел Караваев Я не знаю до сих пор Каков, однако, мерзавец Да, он знал о наших драгоценностях И сделал все, чтобы они достались ему Ну, а где теперь ваша матушка? Надеюсь, что в лучшем мире Простите Я этого не знал Беда в том, что и я долго не знал Что с ней случилось После того, как меня расстреляли Я, конечно, не пошел к ней Думал, что тем самым Уберегу ее от беды Наивный идиот Простите А что с ней стало? Я всеми правдами и неправдами Выбрался из страны Без документов Без денег И всякой помощи Я никому не доверял И поэтому никак не мог связаться с ней Если бы я знал, к чему приведет моя скрытность Она узнала о вашей мнимой смерти Каралаев сам навестил ее И уверил, что я умер Мертв мой отец И ее сердце не выдержало Сколько же людей он погубил? Множество На его руках кровь не только врагов Но и невинных А этого, господа, не прощают Я явился, чтобы взыскать давний долг Вот тут-то она и застряла Разрешите? Да Вот не верь после этого в Божие провидения Я не верю в провидения Я верю только в силу материнской любви Заметьте, господа Каралаев любит стрелять в самое сердце Рад вас видеть, молодой человек Хотите увидеться с Мирой? Ну, я, в общем-то, хочу этого больше всего на свете Но у нас просто нет времени Каралаев ищет Юсупова по всей Москве Даже боюсь подумать о том, что он может сделать спад Но у нас все готово Мы можем начинать через пару часов Через пару часов Главное, чтобы они были, эти пару часов Да, так Ну что ж Я жду звонка из посольства Не уходите никуда Не могу Не могу, иначе Каралаев уверится в своих подозрениях Ну, тогда оставайтесь на связи Если будут какие-то изменения, я сообщу немедленно Ну, ни пух, ни пера С Богом С Богом Что это за фокус? Я просил тебе переехать на квартиру и носа туда не высылывать Ты же знаешь, Каралаев на открытую для настоящей охоты Нет, прости, но Наталья снова ищет Куда исчезла? Ну, если бы я знал, что бы я тебя беспокоить Я ждал всю ночь Думал, хоть позвонил Не могу же я сам туда звонить Давай адрес и телефон Витя, погоди, тебе нельзя там появляться Да что ты прикрепил? Смотри, какие-нибудь расходишь сама Ее же позадут вас Я пойду с тобой Ей, дорогой мой Ты пойдешь домой Я тебя сам найду, когда будет тоже Замо Ну что там? Юсупов потерял свою возлюбленную Дмитрий, вам телеграмма из Парижа Что же вы молчали? Давайте сюда Я все бросаю и иду в Париж А чего такая спешка? Марго просит о помощи Его, чтобы быть, ты не стал, должен быть дома Изабель, что-то случилось, Изабель Так давайте закажем телефонный разговор с Парижем Дай билет на самолет Неужели это Мерсье? Что? Что вам известно? Дмитрий Я Вынужден покаяться перед вами Субтитры сделал DimaTorzok Какwyn-א� 얼�у? Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...